Хорошо, по теории, немножко по теории. Так, из того, что запросы были, это желание поспать, желание как-то взбодриться, чувствовать себя бодрым в течение дня и нормально высыпаться. Оно прямо одно с другим коррелирует, потому что во время ночного сна... Ночной сон прямо очень важный. Я бы начинал вообще с ночного сна, потому что ночью тело по-хорошему должно отдыхать. Но если мы в сон входим напряжёнными, физически или умственно, то тогда нет никакого отдыха. Мы просто лежим, как-то процессы какие-то в голове происходят, но при этом тело, мышцы остаются напряжены, полушария мозга не совсем хорошо взаимодействуют друг с другом, но нет нужных процессов. Тело не высыпается, мозг не высыпается, и потом просто пробуждение, и даже пальцем пошевелить тяжело. И есть способы, что с этим сделать. Я предлагаю сейчас в это заходить со стороны физиологии, со стороны дыхания, потому что оно прямо через тело очень легко почувствовать. Потому что мышцы напряжены, значит, что надо сделать. Мышцы расслабляем, и расслабляем мышцы. Мы параллельно расслабляем дыхание. Дыхание у нас какая-то такая прослойка между сознанием и между телом. И как-то с этим легко взаимодействовать. С телом легко взаимодействовать, потому что мы ощущаем боль. Там, где болит, значит, туда есть какая-то компенсаторная нагрузка. Из того, что я прям вас послушал, у меня и самого то, что было, это когда я не выспался, у меня, значит, шея напряжена, плечи напряжены. Мы сейчас сделаем немножко тестовые движения, для того, чтобы свою амплитуду движения ощутить, более как-то в осознанное состояние включить, что вообще у нас в теле происходит. Что-то прям как-то в шею меня направляет сейчас, потому что шея — это сверхконтроль с точки зрения психосоматики. И шея — это как-то мост между головой и телом. Если в шее зажато, значит, у нас недостаточно кровоснабжения. В мозг, отток от мозга недостаточно. Это значит, что вот тут у нас напряжено в плечевом поясе, диафрагма напряжена, потому что, если с точки зрения анатомии, то иннервация идёт вдоль позвоночника, блуждающий нерв и другие важные штуки, которые иннервируют вот эту часть, вот эту часть, они проходят все вдоль позвоночника. Если блуждающий нерв и шея как-то зажаты, значит, диафрагма недостаточно функционирует. Вот если диафрагма недостаточно функционирует, в смысле она недостаточно подвижна, значит, мы дышим либо вот так вот плечами вверх, еще больше зажимая шею. При этом, если диафрагма недостаточно двигается, значит, внутренние органы в каком-то таком более статическом положении, и оно еще больше напрягает. Таз из-за этого может быть какой-то перекос, и оно, короче, влияет полностью на осанку. Осанка влияет на наше восприятие мира, потому что каждая поза, она как-то отражает то, как вообще человек себя в жизни видит, типа так или так или вот так, и оно, короче, как-то так воспринимается. Вот, и оно влияет на кровоток. Ну, типа, командный центр. Вот тут у нас, и если шея зажата, плечи зажаты, диафрагма не работает, кровь недостаточно приходит, значит, там недостаточно полезных веществ. И если отток недостаточно, значит, голова вот такая, тело отекшее, и, типа, если голова немножко и шея напряжены, значит, мозг автоматически уменьшает кровоснабжение туда, потому что оттока нету, ну, типа, если, что, короче, безопасность головы сохранить. Вот, по теории, с точки зрения физиологии, вот так. Теперь что с этим делать? Есть замечательная штука, называется, мейфасциальный релиз. Если кто-то знает, что такое, вот такие мячики, это когда, если на массаже кто-то ходит, то это массаж триггерных точек. Это прям то, с чем можно самостоятельно взаимодействовать. И если есть возможность, желание, я прям супер рекомендую остеопатов, телесных терапевтов или кинезиологов прикладных. Они прям системно это всё очень быстро, целостно чинят. Если хочется самостоятельно с этим разбираться, тогда это мячик и разные методы. Оно всё сводится к миофасциальному тренингу, миофасциальному релизу, прогрессивной релаксации и синхронизации дыхания с движением. Потому что почему-то мы так устроены, когда движение синхронизировано с дыханием, тогда восстанавливается мелкая координация. И восстанавливая мелкую координацию, просто фоново контроль над стабилизирующими мышцами и восстанавливается. И потом мозг автоматически начинает более чётко в нужные моменты… Ну, типа, как мы живём? Ну, типа, большая часть нашей жизни происходит всё равно неосознанно, то есть мы не контролируем это. То, что мы сознательно делаем, это мы просто направляем куда-то внимание, а все остальные процессы, они просто фоново происходят. Но если при этом я вот тут где-то себе зажму, туда недостаточно… Ну, и оно прям зажатость — это фоновое. Значит, там недостаточное кровооснабжение, значит, там недостаточная присутствие нервной системы. Это значит, что оно просто там зажато, туда постоянно уходит энергия, вот это вот ощущение. Если недостаточно сил, ну, оно из-за того, что есть просто какое-то фоновое напряжение. И что мы сделаем? Мы сейчас пройдёмся по этажам от стоп до головы, синхронизируя движение с дыханием. Это всё очень просто. И это… Я бы назвал это двигательной медитацией, но если кого-то накалять слово «медитация», то просто это тренировка координации. если прям так понадобилось в эту сторону смотреть. Вот. По теории всё. Я прям, по-моему, сказал даже больше, чем нужно. Может, даже запутал. Тут, наверное, лучше было бы просто на какой-то слайд просто поставить, в котором… Из того, что важно. Важна осанка, важно кровоснабжение, и важна координация. И важно то, чтобы дыхательное движение было объёмным. Ну, то есть, как минимум, весь корпус должен двигаться во время дыхания. Сейчас этим всем займёмся. Вкратце такое первое прикосновение сделаем. Скажите, пожалуйста, что понятно, что не ясно, запутал, не запутал, доверие стало больше, доверие стало меньше, и потом мы начнём. Спасибо. Да, да, верно, верно, верно. Я бы даже, знаешь, это называется… Ну, можно назвать это дисфункцией, а с точки зрения прикладной кинезиологии там прям термин, это называется компенсаторное напряжение, когда условно, ну, типа, какая-то, например, в локте что-то болит, в локте какая-то проблема, но зажата челюсть. Почему? Не знаю. Потому что, например, локоть не совсем функциональный, и поэтому немножко осанка сдвигается в эту сторону, и для того, чтобы сбалансировать общую вертикальность, напрягается тут. Ну, короче, это условно. Да, сейчас пройдёмся. Хорошо. Так, можно делать сидя, можно делать лёжа, можно делать стоя. Я вижу, что вы все сидя, поэтому… Что я прошу сделать? Мы уже начинаем. Уже практическая часть. Так, мы, значит, садимся, стопы параллельно. Я попробую ложиться в 20-25 минут. Может даже немножко быстрее. Так, стопы параллельно, ноги параллельно, ноги в идеале, чтобы угол в колене был под 90 градусов, угол между бедром и корпусом 90 градусов. Ну, это так, условно. Прям заморачиваться в это не нужно, но желательно. Живот не уваливается, поясница не прогибается вперёд, это не полезно. Поясница в нейтральном положении. Плечи не зажимают шею, плечи опущены внизу в сторону, голова не запрокинута ни вперёд, ни назад, ни влево, ни вправо, голова в оси тела. Что мы делаем? Тестовые движения. Сейчас просто подвижность протестируем, для того, чтобы потом можно было сравнить. Что мы делаем? Локти под прямым углом, опускаем одну руку вниз и другую руку вниз. Так просто тестируем, насколько симметрично двигается рука в локте, в плече, с одной стороны и с другой. Есть ли ощущение того, что движение симметрично, амплитуда движения, она отличается, она одна, одинаковая или разная? Если непонятно, это нормально, просто отмечаем то, что пока непонятно. можете делиться, можете говорить, можете просто для себя, тут важно, чтобы это было вам ясно. Так, что теперь? Ухом, правым ухом тянемся к потолку, не запрокидываем голову, а ухом тянемся к потолку. Если непонятно, да, призываем бычку, хорошо. Хорошо. Голову не заламываем, а вот ухом тянемся. Сначала одним ухом к потолку, потом другим ухом к потолку. Не-не-не, не ухом к плечу, а ухом к потолку. Шею заламывать не полезно. Там амплитуда небольшая, но тут важно, вообще во всех этих последовательностях, амплитуда не важна. Важно именно ощущение того, что там вообще-то, там есть контроль, там есть контроль над координацией. И теперь головой, затылком двигаемся назад, к стенке назад. Не запрекидываем голову, а двигаемся затылком назад, лбом вперед, затылком назад, лбом вперед. Если непонятно как это, это нормально, это просто отмечаем для себя, насколько сейчас мы можем контролировать координацию шеи. Хорошо. Хорошо. Просто для себя отметили. Так, мы начнем с ног. Что мы сейчас будем делать? Мы сейчас будем просто попеременно поднимать то одну ногу от пола, то другую ногу от пола. Высота не важна, там на пару сантиметров. И будем это синхронизировать с дыханием. То есть, как это будет вдох, например, правая стопа приподнимается над полом и сопровождает вдох, выдох, правая стопа опускается на пол. Это мы уже прям двигаемся в практике. Левая стопа приподнимается над полом на несколько сантиметров на вдохе, выдох, левая стопа опускается на пол. И так попеременно вдох, одна стопа поднимается, выдох, опускается. И так в твоем ритме вдоха и выдоха еще по пять раз на каждую сторону. Напоминаю, что это тренировка. Если не получается или что-то не ясно, то напоминаю, что в футбол, если начинать играть, то сразу же в христовину с центра поля не получится забить. Для этого нужно не тренироваться. И тут такая же история. Чувствительность и навык он нарабатывается. Если начнет в какой-то момент прям что-то бесить, я начну бесить, или там то, что люди как-то улыбаются, или наоборот, что люди какие-то грустные, это нормально, мы это просто отмечаем. Просто в каких-то... Там просто может быть какая-то зона напряжения, которая как-то чисто интуитивно, ассоциативно связана с какой-то ранее прожитой ситуацией, эмоцией, это все нормально. И судя из опыта, с каждым разом, с каждым днем, с каждым разом, когда мы делаем какие-то упражнения, то чувствительность восстанавливается, и оно становится как-то более ясно, что мы вообще тут делаем. потому что в смысле какие-то движения, там ноги, что-то. Это нормально. Хорошо. После очередного выдоха обе стопы опускаем, ничего не двигаем. И просто... Теперь таз. Теперь таз. Значит, правая стопа упирается в пол, толкает колено. Правая стопа упирается в пол и толкает колено на несколько сантиметров назад, и потом за счет этого по инерции правая часть таза сдвигается на несколько сантиметров назад на вдохе, сопровождая вдох. Выдох. Мы отпускаем правое колено, и таз вместе с коленом возвращаются в исходное положение. Теперь левая стопа упирается в пол и толкает про левое колено и левую часть таза назад на несколько миллиметров, на сантиметр. Амплитуда не важна. Нам важно ощущение плавности, важна синхронизация, сопровождение движения дыханием, дыхательным циклом. На выдохе обратное движение. И так попеременно еще по 5-10 раз в твоем ритме вдоха и выдоха. Вдох. Стопа упирается в пол, толкает колено и таз назад на несколько сантиметров. Выдох. Обратное движение. Вдох. Другая стопа отталкивает таз и колено назад на несколько сантиметров. Выдох. Обратное движение. Глаза можно прикрыть, можно оставить открытым. Если глаза открыты, тогда ты можешь... Я буду обращаться на «ты», но это прям... Так проще. Так проще истнее. Глаза, чтобы уровень взгляда был на линии горизонта. Или можешь поэкспериментировать... Продолжая выполнять это движение, эту последовательность, можешь для себя отметить. А как вы... Что изменяется, если глаза направлены выше линии горизонта, на линии горизонта или ниже линии горизонта? Есть ли какое-то ощущение, что как-то настроение по-другому, что-то как-то интуитивно? Или ощущение, что как-то изменяется осанка? И одновременно с этим ты можешь позволить себе отметить, насколько одинаково или симметрично двигается правая часть таза и левая часть таза. Просто интуитивно. и одновременно с этим ты можешь просто позволить себе ощутить, что изменилось, как, есть ли какое-то изменение в дыхании по сравнению с тем, как это было несколько минут до этого. И после очередного выдоха останавливаемся в центре. Если тело начинает покачивать, это чудесно, это значит, что нервная система начинает сама себя балансировать. С этим ничего не нужно делать. Так, теперь поднимаемся выше. Теперь руки ниже ребер. Руки ставим ниже ребер. На большие пальцы где-то на пояснице, а четыре пальца на передней стенке живота. На передней стенке живота. Живот не вываливается вперёд, поясница не прогибается. Поясница в нейтральном положении. Если локти некуда в стороны поставить, можно руки вот так ставить, неважно. Тут у нас руки просто для... На руках очень много сенсорных окончаний, они нам просто сейчас здесь для того, чтобы мозгу больше было сенсорной информации. На вдохе мы немножко прогинаемся, надуваем, как это называется, короче, поясница немножко... О, поясница скругляется на вдохе. Слово вспомнила. На вдохе. Выдох. Поясница возвращается в исходное положение. Вдох. Поясницу мы немного скругляем. Или она сама скругляется. Выдох. Возвращаем в исходное положение. И так попеременно. Вдох сопровождается скруглением поясницы. Выдох. Возврат в исходное положение. И пока ты продолжаешь выполнять эту последовательность или наблюдать за этой последовательностью движений в своем ритме вдоха и выдоха, я еще прокомментирую. А насколько симметрично двигается дыхательный объем под правой и левой ладонью? Есть ли ощущение того, что большие пальцы двигаются с одинаковой амплитудой? И есть ли ощущение того, что ладони на вдохе немножко расширяются, а на выдохе ладони немножко сужаются за счет того, что диафрагма на вдохе опускается вниз и немножко расширяет объем живота. И за счет этого внутренние органы тоже приходят в движение. Сердце во время того, как диафрагма опускается на вдохе и увеличивается в объеме. Я сейчас просто физиологию описываю процессы. Хорошо. И после очередного выдоха мы останавливаемся в центре. О, хорошо. Уши. Прям классно, что у вас что-то зачесалось. Я прям обожаю эти моменты. Мы туда пойдем. До ушей сейчас доберемся. Хорошо. Теперь руки на реберные дуги. Ну, то есть, немножко выше, на ребра. Руки на ребра. и наклоняемся в любую сторону. Например, в правую сторону. Наклоняемся, не сильно заламываемся, просто так, чтобы... Сейчас будем дышать больше в левую сторону. То есть, вдох. Пробуем дышать так, чтобы под правой рукой не было движения, а под левой рукой движение есть. Вдох. Левая часть грудной клетки немножко выталкивает левую руку. выдох. Обратное движение. Вдох. левая часть грудной клетки немножко отдаляет левую ладонь. Выдох. Хорошо, хорошо. Ага. Это нормально. Смотри, мы немножко наклонились для того, чтобы здесь, с правой части, немножко обездвижить. для того, чтобы больше ощутить движение с левой стороны, под левой ладонью. Ну, под ладонью, которая у нас не зажаживает. Не, наоборот, та, которая сверху. И на вдохе мы просто больше ощущаем, как движение вот в этой части, которая в противоположную сторону от наклона. Движение там есть. Если, благодарю, что ты на это направил внимание. Если сейчас нет ощущения того, что там есть движение, сейчас мы тогда по-другому к этому подойдем. Вдох. Под левой ладонью грудная клетка и спина как бы расширяется, надувается на вдохе. На выдохе сужается. Вдох. Объем, дыхательный объем под левой рукой надувается. На выдохе сужается. Амплитуда этого движения не важна. Тут важно именно ощущение того, что там в принципе что-то происходит. И рука нам тут помогает для чтобы было больше телесных ощущений. ну мы сейчас просто направляем внимание на то, что там вообще происходит. Хорошо. И на вдохе возвращаемся в центр и теперь наклоняемся в другую сторону. и теперь с этой стороны вдох. Правая часть тела надувается и правая рука немножко ну это ощущает выдох обратное движение вдох правая часть тела надувается выдох обратное движение можно не сильно заламываться тут и так еще 3-5 раз просто наблюдаем за тем как тело с правой стороны на вдохе надувается расширяется а на выдохе сужается есть ли ощущение движения под правой рукой слабенько это норм это да 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 то есть да та которая вверху правильно да что 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 ну это нормально да ну то есть это еще это еще и 3 это не только еще это тренировка координации ну то есть вот этими мышцами дыхательными тоже можно управлять точно так же как и управлять руками просто это более тонкая координация и то что двигается с двух сторон это нормально это это естественный процесс тут сейчас как раз тренирую пивной животик интересно характеризуй будь ласка пожалуйста пивной животик это в какой части он пивной и мы возвращаем возвращаемся в центр и пузо это нормально тут это тут есть косые поперечные мышцы живота которые как раз стабилизируют корпус и они прям стабилизируют ну это важные стабилизаторы хорошо так мы вернулись в центр теперь что мы делаем надо тут еще хорошо руку правую руку на левое плечо правую руку на левое плечо можно зацепиться рукой за лопатку можно за плечо можно где-то за шею за широчайшую мышцу за трапециевидную в смысле как удобно как удобно и что мы делаем рука нам все так же для того чтобы было больше сенсорной информации вдох на вдохе левое плечо приподнимается на выдохе левое плечо опускается вдох плечо поднимается правый локоть желательно чтобы был расслаблен правый локоть можно просто положить на грудину ну в смысле локоть который сейчас на плече локоть руки которая на плече можно положить себе на грудину чтобы он не торчал а он лежал тогда будет больше более чувствительно больше чувствительности интересной будет из-за того что она расслаблена хорошо вдох сопровождает сопровождается движением плеча вверх классный вопрос если у тебя получается просто от самой идеи чтобы плечо само двигалось пусть двигается если такого нету тогда сам сознательно поднимаешь есть такая штука называется идиомоторные движения когда просто от того что ты что-то себе представил тело начинает что-то делать хорошо да физически сознательно сознательно физически на вдохе мы приподнимаем плечо на выдохе опускаем вдох приподнимаем плечо выдох опускаем хорошо и после очередного выдоха меняем сторону другая рука на другое плечо и локоть руки которая на плече или на лопатку которая держится за плечо за лопатку она локоть лежит локоть расслаблен и тут также вдох сопровождается подъемом плеча выдох выдох обратное движение вдох вдох плечо поднимается выдох опускается так пока ты продолжаешь в своем ритме дыхательном я еще прокомментирую вот этот вопрос должно ли плечо само подниматься да должно но не не так высоко конечно но вообще да особенно важно чтобы в районе ключицы во время вдоха было движение потому что легкие легкие лежат на диафрагме и легкие если посмотреть на анатомический атлас то они и под ключицей тоже есть и если подключичная ну то есть на конечной фазе вдоха вот этот объем в районе ключицы он тоже двигается и соответственно благодаря этому плечо тоже немножко приходит движение вообще с точки зрения физиологии во время дыхания все структуры тела по-хорошему должны двигаться даже ноги ну то есть там все равно есть какое-то небольшое движение это связано с тем что ну я же миф миофасциальные цепи если есть расширение в районе корпуса это значит что есть движение то есть во время вдоха сейчас я просто говорю а вы продолжаете движение да хорошо просто пока во время вдоха есть движение в тазу это значит что есть движение ну в ногах в смысле в бедрах а там дальше в коленях стопах оно минимальное но оно есть просто потому что дыхательный объем расширяется за счет того что на вдохе есть расширение в районе грудной клетки в районе спины то немножко скругляется и вытягивается позвоночник за счет этого немножко подкручивается таз проворачивается суставы тазобедренные за движением тазобедренных суставов просто двигаются коленные суставы и голеностопные суставы и точно так же плечевые суставы они тоже немножко разворачиваются во время вдоха потому что грудная клетка немножко расширяется плечи немножко поворачиваются потому что они же соединены с ключицей и от того что поворачивается плечо немножко разворачивается плечевой сустав локтевой сустав запястье ну и шея точно так же немножко позвоночник вытягивается вытягивая корпус расширяется и за счет этого за счет движения позвоночника и корпуса голова и шея тоже немножко двигается вот и на самом деле это ощущение движения целостное всего тела на вдохе и выдохе но очень сильно очень сильно полезно и в том числе и перед сном она прям сильно расслабляет хорошо на выдохе после выдоха очередного руку опускаем и мы на финишной прямой так сейчас наверное лучше глаза прикрыть если все равно нет еще чуть-чуть желание прикрыть глаза тогда можно с открытыми глазами где-то на уровне горизонта и на вдохе мы в центре головой выдох голову поворачиваем любую сторону не заламывает повора поворачиваю то есть голову потем потом вдох голова возвращается в центр выдох голова поворачивается в другую сторону сопровождаем видах вдох голова по возвращается в центр выдох другую сторону угол поворота не важен важна плавность и синхронизация движения с циклом дыхания вдох голова возвращается в центр выдох голова поворачивается в сторону и так в твоем ритме вдоха и вдох центр выдох в сторону на выдохе выдох ну то есть смотри прям выдох ты с движением в сторону ты сопровождаешь выдох то есть типа я сейчас папа этот дыхание сделал более громким для того чтобы просто это было создано но и постепенно уменьшаем угол поворота амплитуду движения так чтобы через 35 циклов движения остановиться плавно в центре и одновременно с этим ты можешь позволить себе отметить а насколько симметрично расслаблены мышцы шеи справа слева спереди сзади и если там хочется чихнуть или если в носу стало более влажно в глазах более влажно или что-то чешется на лице это нормально это как раз подсвечивает какие-то рефлекторные связи и мы можем просто себе позволить это отметить со временем с наработкой навыка мы к этому можем возвращаться и со временем это все больше и больше отпускать и насколько линия которую например нос рисует насколько линия по которой де траектория движения носа насколько траектория движения носа параллельно линии горизонта просто интуитивно и если каких-то участках траектории движения есть недостаточно плавности то просто позволь себе отпустить то напряжение которое не позволяло там координировать эти движения и в какой-то момент когда ты почувствуешь что уже достаточно на вдохе остановись в центре и сейчас наверное лучше прикрыть глаза и снова почувствуй контакт тела с опорой насколько симметрично насколько симметричный рисунок правая и левая стопа оставляют на опоре на полу или там где ноги у тебя стоят и насколько равномерный и одинаковый вес правой и левой ноги просто интуитивно может быть левая нога более тяжелой ощущается может быть правая может быть не ясно может быть одинаково а это и не важно а важно то что правая и левая нога может ощущаться с приятной тяжестью приятная тяжесть от веса расслабленных мышц костей сосудов и одновременно с этим попробуй ощутить насколько симметричным сейчас ощущается таз слева право переди и заду насколько симметричным ощущается дыхательный объем и насколько равномерно расширяется объем тела на вдохе и насколько равномерно симметричный плавно он сужается на выдохе и переведи часть внимания в свою свои руки и позволь себе ощутить а насколько равномерным ощущается вес рук и какая рука ощущается более расслабленной в какой руке есть больше ощущений легкости приятного веса приятной массы расслабленных мышц насколько на одной высоте просто интуитивно находятся правое и левое плечо насколько на одной высоте находится правое и левое часть челюсти какой глаз расслаблен больше просто позволь себе это ощутить и позволь себе обернуть вниманием все твое лицо и и ты можешь позволить себе расслабиться еще больше и снова оберни вниманием все свое тело целиком ты можешь наблюдать за этим ты можешь быть в этом процессе столько сколько необходимо и в какой-то момент когда ты почувствуешь почувствуешь что уже достаточно ты можешь сделать несколько более активных вдохов и выдохов и потом на вдохе открыть глаза сжать кулаки рук пальцы ног мягко потянуться и полностью вернуться здесь и сейчас хорошо так дальше есть два варианта либо мы еще одну минутку взбадриваемся либо мы идем спать если у кого то есть короче прям прям буквально то есть есть дальше есть выход так чтобы если у кого то есть какие-то активности то можно включиться там на минутку упражнения с руками если нет туда мы двигаемся уже каждую своем ритме как вы принято да 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 ну там просто дальше упражнение которое больше включает взбодриться хорошо и я понял хорошо хорошо взбодриться тогда те кто хотят сохраниться в этом побыть в этом а и в любом случае ну сейчас сейчас прям будет полезно просто привечь и дальше продолжить вот и можно еще попробовать походить и ощутить просто если изменение того типа если еще не того что что тело что вот как-то более смазанное плавно есть движение хорошо тогда включить те кто включаются те включаться те кто не включаются может закрыть уши и не слышать хорошо упражнение называется нейрогимнастика нейрогимнастика это когда мы сейчас короче показываю смотри одна рука показывает телефон мне прямо нам нравится другая рука показывает пальцы и мы меняем руку меняем сторону твердую а потом мы меняем руку и мы так вот постепенно меня скорость него не важно ру я руки так просто держу для того чтобы было видно то есть руки можно опустить и мы так меняем что это вообще делает упражнение она восстанавливает кардин во первых она восстанавливает баланс между левой и правой частью тела между левой и правым полушарием мозга она одновременно и диагностическое и терапевтическое то есть диагностическое в том плане если ну не да что то не очень оно получается делать значит недостаточной координации а если ну и одновременно с этим если ну прям как мне поле как у меня хорошо получается то закрыть глаза и прям попробовать плавно это дело плавно менять и в какой-то момент мы у нас начинает получаться и получается такое ощущение прямо вот у меня прям как-то знаешь как мурашки по какой-то по затылочной части черепа когда прямо на получается но как будто больше включения и при этом она больше как-то балансируется называется нейрогимнастика мы сейчас еще это немножко поделаем в течение секунд 30 упражнений есть абсолютно разным то есть это одно из них там есть прям другие есть с другими движениями рук и они с движениями ног ну мы сейчас просто делаем а вот так вот когда уже вот так все на сейчас вы когда же как и руку надо что-то делать а вот она прямо она вот этот с этого с нейрогимнастики важно выходить на пике когда уже такой надо что-то делать уже вот она включает и если мы делаем это нейрогимнастику то важно важно все-таки подремать или ну важно просто уделить больше внимания восстановлению то есть то ли перед сном больше расслабиться может себя хотя бы погладить перед сном или полежать на мячике или или что-то другое сделать вот потому что она больше включает в ресурсное состояние в смысле больше включает то есть больше ресурсов организмов начинает использоваться вот поэтому важно и одновременно с этим значит тормозить на то есть если мы давим на педаль газа больше то значит нужно какой-то момент и больше затормозить потому что в какой-то момент что-то может посыпаться нам не интересно нам интересно по нарастающей все большему здоровью двигаться так поделитесь пожалуйста как вы и насколько было ощущение симметрии в теле и насколько было ощущение какие были ощущения тестовые движения хорошо тестовые движения мы снова ставим руки сгинаем руки в локтях и теперь опять же под одну руку опускаем вниз в локте подымаем ее потом другую руку опускаем вниз подымами и и снова сравниваем насколько сейчас симметрично плавно двигаем мы можем контролировать движение в одной и другой руки и насколько амплитуда сейчас одинаково и как она изменилась амплитуда движения по сравнению с тем что было минут 40 назад до начала этого упражнения напоминаю что эта тренировка что навык с каждым разом усиливается тело все больше